Продолжение следует... Поскольку мы хотели бы перечислить всех участников, и нам это нужно для отчетности, пожалуйста, укажите в чате свое имя, фамилию, отчество, класс и школу, откуда вы. Еще раз прошу отнестись с пониманием и отписаться об этом. Мастер-класс пройдет по такой схеме. Сначала мы подготовили для вас небольшую презентацию, а затем мы приступим к опытам. И, конечно же, я думаю, у вас будет масса вопросов, комментариев. Вы также пишите их в чат, после мероприятия мы прочтем и вам ответим. Если все готово, мы начинаем. И предоставляю слово своей коллеге Елене. Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Для вас мы подготовили презентацию. Я кратко расскажу вам о том, что такое активные угли, где они применяются и из чего изготавливаются. Сами по себе активные угли – это углеродные сорбенты. Структуры они напоминают губку. То есть в них много-много пористых каналов, которые различаются по размерам. Вы можете увидеть, например, структуру графита. Почему мы говорим с вами о графите? Потому что углерод, активный уголь, схож по составу с графитом. Графит имеет слоистое строение, а активный уголь имеет те же самые слои, только расположенные хаотично. Вот вы можете видеть такие структуры на экране. Например, вот это у нас структура графита, а это структура нанотрубки. Что же делает уголь активным? В его структуре ведущую роль играют поры различных размеров. Как мы уже сказали, просим прощения за небольшую накладку. Мы вам чуть позже продемонстрируем. Потому что структуру активного угля можно наблюдать и с помощью электронной микроскопии. Вот здесь представлены те поры, о которых Елена рассказывала, изображены схематично. И надо отметить, что, говоря о сорбентах, мы стремимся добиться в их структуре преобладания микро- и мезопор, то есть сопоставимых с размерами молекул. Именно они играют ведущую роль в процессах адсорбции, которые мы с вами будем наблюдать в дальнейшем. Как вы можете себе это представить? Макро-пора самая большая пора, чуть-чуть поменьше это мезопора и микро- самая маленькая. Как раз таки в микро-порах происходит адсорбция, то есть наше загрязняющее вещество цепляется там и не попадает в окружающую среду. А побольше поры, это макро-поры и мезопоры, они служат как транспортными каналами, для того, чтобы загрязняющее вещество перешло в микро-пору и там зацепилось, как бы задержалось. На слайде вы можете увидеть фотоснимки, полученные на электронном микроскопе в Центке коллективного пользования РХТУ имени Менделеева. Далее я вам расскажу о том, где применяются активные угли. Стоит отметить, что активные угли имеют широчайший спектр применения от водоочистки до воздухоочистки и средств индивидуальной защиты. Одни из первых средств индивидуальной защиты начали делать на ХМЗ имени Зелинского в городе Электросталь. Вот здесь как раз таки у нас загрузка активного угля. Такой у нас выставочный экспонат. Где же применяются активные угли? Например, это химическая отрасль промышленности, медицинская отрасль, пищевая, металлургическая. К примеру, для очистки газовых выбросов используются угли для очистки газов от ртути. Для очистки питьевой воды поглощаем органические растворители из воды с помощью активных углей. Поглощаем красители, что мы с вами сегодня будем наблюдать на опыте, кстати говоря. И, к примеру, это пищевая промышленность, очистка соков и прочее. Ликероводческие изделия, кстати говоря. В этой отрасли угли также незаменимы. Вы можете сами сейчас для себя, основываясь на том, что вы видите, на том, что показывают по телевизору, определить для себя, в каких аспектах можно использовать активный уголь. Например, недавно произошли разливы нефти. Можем мы это сделать? Правильно. Мы можем поглотить активными углями. Но активные угли должны быть определенные для каждого процесса, о чем будет сказано немного позже. И немного еще об очистке. Для чего используются активные угли? Вот мы с вами приводим пример, что одна тонна нефти загрязняет 12 квадратных километров акватории. Это огромное расстояние, огромное количество испорченной воды. Также это очистка от красителей, от павов, которые содержатся в стиральных порошках, бытовой химии. Что мы используем с вами каждый день? Это большой загрязнитель, да, с ним нужно бороться. При концентрациях около 10 миллиграмм на дециметр кубический рыбы теряют слизистый покров. При более высоких концентрациях может наблюдаться кровотечение жабр. Вот, пожалуйста, к чему может привести разлив такого вещества. И как же мы подбираем активные угли? Для каждого процесса мы должны подобрать угли с определенной структурой, с определенными показателями. Эти показатели, некоторые из них, конечно, представлены перед вами. Это, например, фракционный состав, суммарный объем пор, то есть сколько у вас пор, да, в этой губке. Ну, я их так называю, для того, чтобы вам было понятно. Объемы микро- и мезопор, то есть как раз по объему микропор мы сузим об ассорбционных, то есть поглотительных способностях активного угля. Ассорбционная активность по йоду и метиленовому голубому. Метиленовый голубой мы с вами тоже сегодня будем очищать с помощью активных углей чуть попозже. Прочность при истирании, содержание водорастворимой золы. Все эти основные показатели качества мы определяем, можем определить в лаборатории. Но, конечно, это делается и на предприятии, как контроль качества готовой продукции. И позже на основании уже определенных каких-то научных и практических исследований определено, что для определенного технологического процесса нужны угли с такими-то качествами. Это, в принципе, самое основное, что вам нужно знать об активных углях. Теперь мы, познакомившись с основами этих материалов, переходим к практической стороне вопроса. И мой коллега Александр покажет и представит вам наиболее типичные сорбенты, используемые колоками в повседневной работе. Я хотел бы еще сказать, за исключением по активным углям, что сырьем для активных углей является очень много что. Вот, как естественно, сырья, например, вы знаете, торф, например, каменные угли, антрациты. Так, например, косточки плодов из горлупа орехов, природные, также с основами различные сельскохозкультуры. Так, это могут быть различные отходы, например, известные отходы, например, из нефти, из полиокрилонетрилов, асфальта даже. У них были разнообразные методики существуют. Но общий механизм этого процесса получения активных углей, это является, во-первых, подготовка к определенной форме углей, соответственно, размер определенной фракции, называется. И уже последующая термообработка. Это карбонизация и активация. Карбонизация, она происходит в одну или две стадии, а температура где-то примерно от 250 до 600 градусов Цельсия может быть происходить. Она служит для того, чтобы формировалась пористая структура как раз. На зачатке пористой структуры, а также были удалены легко летучие вещества, которые изначально содержатся в угленном сырье. В частности, это могут быть соединения серы, азота, даже фосфор бывает и, конечно же, летучие углеводороды. Ну и, кстати, активация заключается в том, чтобы как раз под воздействием какого-то активатора. Активатор это как раз является либо водяной пар, например, кислый газ, это называется парогазовая активация, либо, соответственно, это могут быть химическая активация, когда используют в количестве активатора щелочи, там, калио-Аш, натрио-Аш, либо их карбонаты, соответственно, либо фосфорная кислота. Сегодня мы с вами увидим пример такой активации. Это будет серная кислота в роли активирующего агента. Чуть позже я продемонстрирую ее. Вот, так это основная информация, которая может быть по активным углям. Но сорбционный мир жив не только, соответственно, активным углям, хотя, безусловно, активный уголь это самый распространенный сорбент. И по определению словаря энциклопедического это называется любой сорбционный материал, который содержит не менее 87% углерода. Но еще это другие сорбенты, соответственно. Давайте пока мы, коллега, демонстрируем структуру. Да, 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 да. А, хорошо, да. Мы заготовили образцы сорбентов, сейчас вы увидите их вживую. Вот они на лабораторном столе. Во-первых, надо сказать, что разновидностью еще активных углей, ну, как бы сказать, является так называемая ульдуродно-молекулярная сета. Это, в принципе, то же самое, что и активный углей, только меньших размеров. Существует их несколько разновидностей. Эффекта углеродной сети будет выглядеть очень просто. Вы прицепите себе сито, и вы пропускаете через сито какое-то, ну, даже загрязнячее вещество, и молекулы некоторых веществ просто-напросто не проходят. Размер этих сит, а, соответственно, вот эти ситы и отверстия, которые задерживают на поверхности и структуру этих сорбентов, они задерживаются, и часть, соответственно, удаляется таким образом. Существует также из-за углеродных веществ, из-за углеродных сырья можно еще получить так называемые углеродные волокна, это уже готовая продукция, и различные ткальные материалы, ленты, просто ткани, которые достаточно могут, во-первых, углеродные волокна, это могут содержать максимальное количество углерода, до 99,5%, а, во-вторых, они очень термоустойчивы, и, в общем, структура вот такая, на этом ставке представлена, в общем, структуру вот этого вещества при силикогеле, он бывает мелкопористый и крупнопористый, то есть размер пор может быть маленький, а может быть крупный, и это тоже, кстати, определяет, как можно будет это поглотить вещества, каких размеров, и при этом обратите внимание, что здесь упорядоченная структура, пакетированная, или здесь рыхлая структура для крупнопористых силикогелий. Так, ну и еще одна группа сорбентов, да, про которую мы как-то расскажем. Она выглядит следующим образом, вот, почему-то, ну, понятно почему, ее считают рыбьей икрой, вот такие мелкие рассыпчатые шарики, а вот что это за материал, мы сейчас посмотрим. Это синтетический продукт, правда, созданный по образу и подобию природных материалов, имеющий особое устроение и назначение. Это, так называемые, тоже, возможно, вы слышали, ионообменные смолы и иониты. Они, у них особенность в том, что они в растворах ионогенных групп способны диссоциировать на полимерные ионы и компенсирующие заряды подвижные противоионы. Вот, я не знаю, тут она прочитается, откроется или нет. Ну, в общем, общей структурой, это, например, это будет, соответственно, какая-то полимерная матрица, которая образуется либо реакцией полимеризации, поликонденсации, например, может образоваться. Вот эта буква П обозначает. И вот такая-то ионообменная группа, например, СО3H, она, соответственно, имеет отрицательный заряд. И поэтому, раз это отрицательный заряд, то она, соответственно, может взаимодействовать с какими-то положительными зарядами, гетионами, других, соответственно, веществ, электролитов, например. Ну, может быть, она взаимодействует с группой H+, например. Вернее, как, сейчас. Вернее, сейчас. СО3 она диссоциирует, как я задал, чтобы показать более наглядно. Она диссоциирует на P, значит, уже СО3, минус плюс как раз H+. Вот этот H+, взаимодействует, соответственно, с различными электролитами. Ну, например, у тех же, например, соли содержать, например, в 4 минус, например, можешь делать. Ну и другие. И взаимодействие как раз с водородом. Ценность этих сорбентов в том, что они незаменимы при очистке воды от ионов тяжелых металлов. Это такой бич экологов. Очень часто встречается. Очень опасные соединения. И вот эти сорбенты наилучшим образом подходят для их глубокого извлечения. Причем могут быть как сами металлы, соответственно, то есть это металлические группы катиона, так и, например, чаще всего случаются сульфаты. Например, как тоже вполне еще может быть. И хотелось бы обратить Ваше внимание, что мы каждый день сталкиваемся с углеродными сорбентами. Например, это фильтры для очистки воды, которые наверняка есть у каждого из Вас дома. И это энтеросорбенты, которые относятся к категории медицинских сорбентов. Это то, что мы потребляем при отравлении. Активный уголь медицинский. Поэтому прошу это обратить Ваше внимание. Еще хотел сказать, что здесь просто у нас не представлено. Есть еще группа сорбентов, которые являются тоже алиомосиликатами с каким-то каналами отверстий. Возможно, вы слышали, это циолита. Которые очень часто используются. Они обозначаются обычно металлом КТ-группы, соответственно, например, натрий. И тоже структура какая-то определенная. Структура обозначается латинскими буквами. А, Х, М, например. Но это, соответственно, уже зависит от природы в основном веществ. Но смысл, в принципе, такой же. Надо сказать, почему, кстати, ионитом. Потому что, раз, там у них большие поры есть, и там есть ионная группа, в связи с строением необходим компенсирующий заряд групп, это положительные металлы, натрия, например, может быть, кальций. И вот они могут передвигаться в водных растворах сквозь вот эти как раз поры. И таким образом управляются по тому же принципу ионные свойства. Как раз взаимодействие с ионными предположенными зарядами. Вот мы получили представление о свойствах и получении этих материалов. Скажу два слова про исследование их лабораторных условий, потому что сотрудники нашей кафедры занимаются таким направлением. Вообще, для изучения их структуры существует несколько методов. Они довольно-таки сложные, требуют специального оборудования. Ну, например, жидкий азот, представляете, кипит при минус 200 градусах почти. Только таким прибором можно точно оценить пористую структуру этих материалов. Но, тем не менее, на мастер-классах мы заглядываем в этот микромир, насколько можем. И вот сейчас я вам попытаюсь продемонстрировать, как выглядят те же гранулы этих сорбентов, хотя бы даже с помощью компактного микроскопа. Для наших юных исследователей вам может быть интересно вот этот самый простой прибор, которым вооружаются все специалисты исследующих микромир. По сути, это компактный микроскоп. Вы легко сможете его купить при желании. Ну и вот давайте я вам постараюсь показать внешний вид гранул материала активного угля при увеличении в 60 раз. Понятно, что в условиях живого мастер-класса вы бы сами смогли это пронаблюдать. Но вот как может выглядеть исследование структуры материала? Понятно, что при таком увеличении мы с вами не увидим тех самых зуланных микромезопор, но можем оценить внешний вид. А, да, моя коллега еще разок крупно продемонстрирует. Мы уже смотрели на то, как выглядит силикагель и активный уголь. Ну давайте, да. Раз у нас сегодня демонстрация, мы бы очень хотели, чтобы вы сами их потрогали, пощупали и применили. А также вот еще и гранул. Пока время депутат своей срокности. Ну и теперь вы знаете, что это не экран, а специальный наборный материал. Ну что же, давайте теперь перейдем к практической части занятия, которую все больше всего ждут, я уверен. И начнем мы с вами с получения сорбента в лабораторных условиях. Фактически активного угля. И знаете, из чего мы будем его получать? Из обычного сахара. У меня в чашке уже измельчен кубик сахара рафинада до состояния пудры. А активировать его мы будем серной кислотой. Компоненты реакции рассчитаны. Ход ее предсказуем. Давайте пронаблюдаем, ну и дадим объяснение наблюдаемому эффекту. Итак, я смешиваю компоненты. Это, пожалуй, самая простая из технологий получения активных углей. Смотрите, сначала это выглядит как карамель. И вроде бы ничего не происходит. Однако давайте посмотрим. Опять же, компонентам требуется некоторое время. В промышленности эти процессы протекают часами. У нас с вами в лабораторных условиях начнется их взаимодействие. Пока мы наблюдаем реакцию компонентов. Смотрите, а масса все более чернеет. Мы вспомним про свойства серной кислоты. А это очень мощный дегидратирующий агент. Дегидратация – это жадный отъем воды у всего, с чем серняга контактирует. И вот сейчас мы и наблюдаем это явление. Вспомним, что сахар представляет из себя простой углевод. То есть, структуру этого соединения, состав ее можно представить как уголь, связанный с молекулами воды, угольная основа. И вот серная кислота очень жадно отнимает воду у сахара. И то, что остается, ну вы можете мне поверить, что масса разогрелась. Я едва удерживаю чашку. Она представляет из себя уже черный по виду углеродный материал. Если бы мы заглянули сейчас в него с помощью того же микроскопа, мы бы увидели, что он обладает пористой структурой. Я думаю, что по завершении реакции мы сможем его испытать. Вот такой самодельный продукт у нас с вами получился. Однако, экологи в своей практике чаще всего используют промышленные сорбенты. И используют они активные угли в большей степени, потому что большинство веществ, загрязняющих сточные воды, они имеют органическую природу. И лучше всего взаимодействуют именно с такими материалами. Ну, пожалуй, наиболее серьезной экологической проблемой, которая у всех на слуху, это ситуации с разливами нефти, нефтепродуктов, дизельного топлива. Причем они происходят не только при авариях, как вот недавно мы все видели в Западной Сибири, это вызвало экологическую катастрофу, но и при каких-то незаметных глазу, утечках, разрывах, которые трудно отследить. И сейчас мы с вами смоделируем такую ситуацию, добавив полмиллилитра жидкой нефти к воде, которая налита в чашку Петри. Мы с вами имитируем маленькую экологическую катастрофу. Происходит это именно так, что нефть, видите, попадая на воду, растекается тонкой пленкой, пусть не сразу, которая перекрывает доступ воздуха сюда и убивает все живое в этой воде. Налицо аварийный разлив нефти. В таких случаях меры надо принимать безотлагательно. Первое, что делают, это применяют механический сбор разлитой нефти. То есть часть ее можно вполне успешно устранить механическими устройствами, вот наподобие этой лабораторной ложки. Боновые заграждения. Да, вот коллеги подскажут, они имеют специальное название, боновые заграждения. То есть механический сбор пролитой нефти. Как бы я ни старался, и на практике так происходит, таким способом можно убрать лишь часть загрязнения. И дальше в дело вступают углеродные сорбенты. Сорбенты разных классов, но чаще всего углеродные. Давайте пронаблюдаем, как они действуют. На поверхность пролитой нефти равномерным слоем наносят сорбент. В данном случае я взял так называемый осветляющий активный уголь, обладающий наилучшей способностью поглощать вот такие углеводородные примеси. Разбрасываем ее на поверхность, и смотрите, благодаря своим поглотительным свойствам он за некоторое время, очень короткое, собирает пленку нефтепродуктов и обеспечивает нам очистку. Аналогичный опыт можно продемонстрировать с дизельным топливом. Это тоже частый случай, ну, например, на нефтебазах, нефтехранилищах, транспортных предприятиях. Далеко ходить не надо, вот пройдите после дождя по улице, и вы обычно увидите масляные разводы на лужах, на крупных магистралях. Ну, тот же бензин разливается. Его содержание в сточных водах также очень ограничено в силу его опасных свойств. И для глубокой очистки этих сточных вод также очень эффективны сорбенты. Вот сейчас я в качестве модели наношу дизельное топливо на поверхность воды. Оно, посмотрите, также быстро растекается и образует вот эту радужную пленку. Вот на белом фоне будет лучше видно. И достаточно лишь небольшого количества сорбента из расчета около 1 грамма на литр очищаемой жидкости, чтобы ее собрать. Давайте в этом убедимся. Постараюсь равномерно нанести сорбент. И посмотрите, его поглощающая способность столь велика, что он в течение минуты собирает всю пленку в небольшие комки. Тем временем, в чашке с нефтью за примерно 3 минуты у нас произошел сбор пролитой нефти. И остается убрать этот сорбент с поверхности воды. Давайте постараемся это сделать. Посмотрите, я легко отделяю сорбент с поглощенной нефтью, собираю его и достаточно легко удаляю вместе с поглощенным загрязняющим веществом. На практике это также делают с помощью боновых заграждений. И в этом случае действительно обеспечивают глубокую очистку воды. Достаточно сказать, что другие методы очистки позволяют удалить лишь пролитую нефть в виде пленки, капель. Но известно, что даже такая жидкость, как нефть, она растворима в воде. И ее концентрация именно растворенных углеводородов может составлять сотни предельно допустимых значений. Так вот, правильный подбор дозы этих материалов позволяет снизить ее содержание до предельно допустимой величины. Хотел еще добавить, что некоторые образцы нефти очень являются любимым лакомством для некоторых видов бактерий. И поэтому очень эффективные методы очистки нефти, как раз использование совместного сорбционного и микробиологических методов очистки. Эффективность, соответственно, будет больше. Так, и слово моей коллеге. Она покажет вам еще одну сферу применения углей. Как я вам обещала, в начале лекции мы с вами будем очищать воду от красителей. Смотрите, у нас есть два красителя. Метилоранж, метилово-оранжевый и метилен голубой. И мы с вами будем использовать уголь УПК. Углепековая композиция. Из чего состоит этот уголь? Он состоит из каменного угля и каменноугольного пека. Существует специальная технология получения такого угля, которые смешивают этот уголь и каменноугольный пек. Потом эту массу проводят через дробление, измельчение. И основные стадии это карбонизация и активация вот этого сырья, вот этой смеси. Карбонизация это процесс, при котором удаляются ненужные нам вещества. А активация способствует развитию вот этих пор, про которые я вам рассказывала. Микром, мезо и макро. Но мы, конечно, пытаемся добиться наибольшего объема микропора. Что мы будем с вами делать? Вот есть метиловый оранжевый. Это популярный у химиков краситель. Знаете, тот самый, который используется при кислотно-основном тетраване. Все химики знают. И приводим в контакт. Сорбент, разработанный российскими учеными вот с окрашенным раствором. Ну вот, мне хорошо видно, как вода начала очищаться. Вы видите пока черную жижу, потому что уголь распределился по объему. Я специально его вот так помешала. Вот на самом деле мы добавили совсем немножко угля, но уже заметно, что вода очистилась. Мы можем, наверное, с вами попробовать профильтровать. хорошее уголь действует за минуты, в чем мы с вами сейчас убедимся. На практике обычно применяют отстаивание от воды, то есть примерно час вся эта масса отстаивается в резервуаре, но для доочистки конечно же нужно пропустить воду через фильтр. надо еще заметить, что после своей обработки некоторые угли соответственно еще могут возвращаться в производство. Есть таки понять как регенерация и реактивация. Грубо говоря, оставшиеся в активном угле токсиканты, так сказать, эти вещества, которые он поглотил, удаляются и уголь возвращается в производство. Я надеюсь, что видно, что вот здесь водичка стала желтая, ярко-желтая, здесь у нас оранжевая вода. О чем это говорить? Нам, наверное, нужно добавить еще активного угля, потому что очистка у нас прошла не до конца. Да, мы же здесь не подбирали заранее условия опыта. Мы с вами сейчас проводим небольшое исследование на ваших глазах и сейчас подберем такую дозировку угля, которая обеспечит нам очистку от красителя. Кстати, должен заметить, что использование красителя это самый характерный пример для экологов, потому что сточные воды, сбрасываемые из предприятий, они не допускают окраски. То есть, если вы такую воду увидели, понятно, что происходит нарушение. Причем грандиозное нарушение, соответственно. концентрация этих токсиканов, загрязнячных вещества очень высокое. А мы добиваемся полного его обесцвечивания, что соответствует предельно допустимым величинам? Либо это по величине ХПК, вот можно судиться еще, которое это химическое потребление кислорода. Кислорода как раз из-за всех возможных соединений, как правило, органики. Я думаю, что мы с вами можем уже фильтровать. Да, мы дали такое же время контакта для сорбента с раствором и сейчас посмотрим, какой эффект получился при увеличении дозы сорбента. На практике исследователи именно так и поступают. Они подбирают необходимую дозу, которая за короткое время обеспечивает приемлемый эффект. Вот я уже вижу, что капельки капают гораздо светлее, чем были до увеличения дозы активного угля. Добились ли мы полное очистки? В этом случае как вы считаете? немного светлый жопа. Я думаю, что скорее нужно побольше времени подержать, чтобы полностью... Давайте эту колбу оставим еще на несколько минут и проверим. постараюсь по возможности показать, как отличается цвет. То есть она здесь имеет чуть-чуть легкий оттенок желтизма. Мы это с вами оставляем, вернемся попозже. Пока Елена готовит следующий эксперимент с красителем, я хотел бы вам продемонстрировать, что это за соединение с химической точки зрения. Посмотрите, это органические молекулы сложного строения. Они включают бензольные кольца, промежуточные связи, а также гетероатомы, азот и кислород. То есть имеют сложное строение, достаточно крупный размер молекул. Кроме того, многие красители содержат ионогенные группы, как вот здесь СО3, натрий, или, например, здесь хлор-минус. Это означает, что молекулы красителей несут заряд, и поэтому в растворе они диссоциируют, заряженные. Для их извлечения потребуется подбирать специальные сорбенты. Вот таким красителем как раз и является метиленовый голубой, раствор, который мы сейчас готовим. Можно сказать, что наши голубые и синие халаты окрашены подобным соединением. Он используется для окраски природной синтетической калии. за цвет отличаются различные комплексные образования. Соединения не один пример. Или азорчатые соединения различные, они дают окраску которые выявили. Да, эти соединения специально разработаны так, чтобы они были стойкими в разных средах, и именно это создает трудности при их извлечении из стойчных вод. То есть стойкие молекулы, которые нужно либо химически превращать, либо удалять с помощью сорбентов. И надо заметить еще, что у них сумасшедшая красящая способность. То есть вот смотрите, вот эта синева чернильная это всего лишь 0,3% водный раствор. При разбавлении в 100 раз посмотрите какая интенсивная еще окраска сохраняется. Поэтому у предприятий текстильной промышленности возникает такая проблема, что при многократной промывке тканей сточная вода все еще окрашена. И здесь сорбционный метод будет незаменим. Вы это можете проверить, например, стирают джинсы или красный содержащий или зеленый содержащий. У вас всегда в качестве сточных вод, который оказывается, у вас обычно зеленый, синий или красный цвет. линьков простая речь. Действительно. Попробуем теперь обесцветить. Сначала небольшая дозировка или сразу увеличим? Я думаю, что постепенно. Да. Небольшими порциями будем прибавлять сорбент и пронаблюдаем. Прошло около 10 минут с первоначального контакта. Давайте пронаблюдаем. Может быть, дело было в недостаточном времени взаимодействия. Что вы наблюдаете? Я вижу чистую водичку. Мы туда добавили с вами больше угля, чем в метиленовый синий, поэтому фильтруется подольше. Там больше угля. Но действительно уголь через время выполнил свою функцию. И вода обесцветилась. Вот она совсем у нас какая была и какая стала. с помощью веществ можно наблюдать как работают активные угли и другие сорбенты. Очень наглядно. и подольше. Так. Еще один краситель у нас более эффективно. Попробуем испытать реальный краситель, коллеги? При этом мы даже не знаем, что это такое. это нам прислали. Вот нам бывает так, что передают предприятие сточные воды с такой общей информацией о том, что содержание красного красителя какая-то величина десятки миллигром на литр, но по структуре это очень неизвестно. Давайте его проверим в боевых условиях. Так. Или дайте к нам стакан варкосом. Я для наглядности прелью примерно 50 миллилитров этого красителя. И мы проверим, как работает эффективный сорбент, разработка наших ученых, при поглощении его из раствора. Вот такая. Вы заготовьте сборники и фильтры. Так. Опять же дозируем небольшое количество сорбента, сотый доля грамма на данный объем. Привожу их в контакт. Ну и в течение 1-2 минут дадим провзаимодействовать. В реальности в лабораторных условиях для этого используют различные мешалки, магнитные мешалки. Это просто ускоряет процесс. По такому же принципу сорбенты работают на станциях водоподготовки. То есть вот питьевая вода, которую мы пьем, она проходит в том числе и эту стадию очистки, когда ее смешивают с порошковым углем. И он поглощает не красители, конечно, но другие опасные токсиканты, как, например, пестициды, вот такие вещества, поступающие в природные воды. Для того, чтобы обезопасить нас с вами, то проводят так называемые углевания, то есть контакт воды именно так, минута прошла, да, давайте проверим его эффективность. Эксперимент непостановочный, мы с вами сейчас проводим небольшое исследование. чистый опыт. Чистая вода идет. Напомню, что вода была вот такая. Ну да, сейчас наберем некоторое количество. Если я был уверен, что это пищевое краситель, я бы ее выпал смело, потому что я знаю, как это работает. Теперь знаете вода на самом деле, вот мы уже видим, что чуть-чуть набралась совершенно чистая вода, абсолютно обесцереченная. кстати говоря, если кому-то очень захочется поэкспериментировать с углем, покупайте таблетки в аптеке, тот самый активированный уголь, не тот, что мы испытываем, а вот эта марка, только приготовленная в виде таблеток. Разотрите в ступке в небольшом количестве, пожалуйста, обесцвечивайте все, что вы захотите. Уголь-бал. Да хоть фанту или кол, попробуйте. Мы таких опытов не проводили. Да, марка Бау, соответственно, там может написать. Ну да, в аптеке он как так и называется? Аптечный уголь. Ну да. Вообще экологи очень любят с... Ой-ой-ой-ой-ой. Это опять что-то там у нас с фильтром. Да нет, все хорошо, или лишь небольшой частиц. Дает такую окраску. Вообще экологи очень любят сорбционный метод за его эффективность. То есть когда после других этапов очистки в воде содержатся остаточные концентрации токсиканта, но превышающие предельно допустимую, мы применяем сорбенты и они отличаются высокой эффективностью. Обычно они убирают более 90% примесей. Ну, правда сказать, что по грани есть ограниченность этих методов. Она в основном используется при невысоких концентрациях все-таки, потому что суть самой процесса отсутствия является концентрирование загрязняющих наших веществ на поверхности, то есть увеличение на поверхности раздела фаз, твердой и жидкой, например, в нашем случае, где твердый, это выступает поверхность нашего угля. но то, что уголь может соседствовать и дружить с другими методами очистки, это, безусловно, большой плюс. Как ты сказал, что это было с микробиологическими, может быть, когликционными очистками, озонированием, хлорированием. Ну вот, и в этом случае мы убедились, что активный уголь не подвел. Потому что есть один секрет, вот мы знаем, что удельная поверхность этого материала составляет около, думайте, трех тысяч квадратных метров на грамм. Это абсолютно не преувеличение, а величина, найденная количественными методами, и вот представляете, лишь один грамм такого материала, вот здесь у нас полграмма было в коробочке, он обладает поверхностью в нескольких этажах этого здания, и именно поэтому он способен эффективно извлекать органические примеси. То есть, создавая сорбенты, мы гонимся за поверхностью, внутренней поверхностью этих материалов. Ну, все, у нас отфильтровалось, чуть-чуть самого угля туда попало, поэтому... Поэтому... я предлагаю еще вернуться к нашей лабораторной разработке сегодняшней, к активному углю из сахара. У вас на глазах рождается новая марка угля, и сейчас мы ее проверим. Ну, по виду не изменилась, видите, такая черная масса. Черный цвет свидетельствует о содержании углерода, а вот как он будет поглощать, например, нефть, мы с вами сейчас проверим. Можно будет сравнить с результатами предыдущего эксперимента. посмотрите, пожалуйста. Здесь у нас наблюдается практически полная очистка от нефти. Ну и дизель тоже практически... в общем-то глаз химика не позволит мне сильно ошибиться. То есть создаем исходную ситуацию, аварийный разлив. И давайте добавим порцию нашего экспериментального сорбента и пронаблюдаем эффект. Единственное, что он у нас с вами получился не в виде порошка, а в виде вот такой спеченной массы, но добавим, пронаблюдаем. Если он хоть сколько-нибудь активен, то он должен часть нефтепродуктов поглотить. В чем я, в общем-то, не уверен. Ну, давайте проверим. И дадим некоторое время взаимодействия. Да, ну, наш с вами уголь повел себя странно. Вместо того, чтобы собирать нефть, он сам утонул, да, еще и расплывается в воде. Так, а есть ли у нас свободная чашка петра, или она? Угу. то побольше. Дело в том, что активные угли характеризуются насыпной плотностью, которая может быть очень маленькой, они очень легкие, но они могут и большие быть, соответственно. В зависимости от назначения, там, применяют угли с различными спин-плотностями. Поэтому иногда окажется, что вроде берешь тем много, на самом-то деле как окажется, еще мало бывает масса. Да, говоря о свойствах этих сорбентов, мы должны сказать, что мы не только гонимся запористой структурой, для практики важны их механическая прочность, содержание золы, то есть неуглеродных элементов, оно должно быть минимальным. А при контакте с водой очень важно, чтобы уголь не выделял каких-то примесей, зольных элементов. Иначе бывает. И вода в соответствии должна быть определенного количества, и поэтому иногда перед использованием активного угли еще в стадии сушки делают. В тех фильтрах, которые мы покупаем, действительно обычно загружены смеси материалов, и они действительно обеспечивают эффективную доочистку воды. А я поспорил с коллегой, я считаю, что, например, важнее, как использовать в медицинских целях. Как вы проходите очистку крови, например, как раз используют такой очень чистый углифаз, который очень малое содержание золы, там, менее 0,1% и очень высокопрочный, там, не менее 98%. Вот он называется энтеросорбент или гермосорбент, он заполняется в колонках, соответственно, через которые проходит ваша кровь очищение. И вот все тяжелые металлы в вашей крови и прочие токсиканты, токсины, они как раз задерживаются, поглощаются активным углем и ваша кровь, соответственно, очищается. сфера поменения сарбентов очень разнообразна. И я еще добавлю несколько слов о разработках нашей кафедры. Дело в том, что природные сарбенты требуют либо достаточно дорогого сырья, либо жестких условий термообработки, и их стоимость довольно высока. Поэтому в связи с большим спросом на эти материалы, так вот по России требуется около 40 тысяч тонн активных углей в год, продолжаются разработки углеродных сарбентов на базе различных органических отходов. Это могут быть органические фракции мусора, а та же газетная бумага, картон, некоторые виды синтетических полимеров, из которых у нас много что сделано, пластиковая, даже полиэтиленовая пленка, может быть например активный ил, который в большом количестве образуется на станции биоочистки, а и конечно отходы лесной промышленности, сельского хозяйства, это в вашей организации какие исследовали? соломы различных культур и соломы и шелуха различных культур, подсолнечник, рапс, соя, горчица, рожь с пшеницей, не говоря уже о традиционных уже, правда не у нас больше в южных странах, это косточки абрикосов, персиков, короба различных овек. и наши студенты в лабораториях тоже проводят такую работу, вот например они получают полупродукт активного угля, называется сырец, из тополиных опилок, материал выглядит следующим образом, ну в принципе как и березовый уголь, вот такие закопченные опилочки, тем не менее они уже обладают сорбционными свойствами, вот мы бы могли также их испытать по сравнению с промышленными, и еще одно интересное направление работы, это создание таких сорбентов из полимерных отходов, ну вот если смотрите, если мы получаем силикогель, вы его уже видели, это вот такие прозрачные шарики, вот если же мы смешиваем силикогель с полимерными отходами, проводим специальную термообработку, то получается вот такая интересная смесь, видно, да, я специально смешал исходный материал и полученный, черные гранулки это уже гибридный сорбент, внутри он представляет из себя силикогель, а снаружи покрыт углеродной пленкой, такие сорбенты работают. Это очень даже интересно, потому что активно подсоединяя структуру, не любит в воду, он углевал, а как у силикогеля просто воды боится, соответственно, поэтому надо применять, иначе там будут разрушаться структуры. Наверняка это еще не исследовали, но наверняка может быть, что добавление угля, например, к силикогелю позволит все равно как-то улучшить его. Да, сделать его гидрофобным, и такой сорбент уже можно будет применять и для водоочистки. Потому что, например, как у силикогеля, даже капельная влага поглощенного газа ведет к разрушению его полистой структуры. Мы с вами продемонстрировали почти все возможности сорбентов на лабораторном уровне, и на закуску у нас с вами... Это было как бы химическое, можно сказать. Ну да. На закуску у нас с вами еще одна интересная разработка нашей кафедры, так называемые магнитные сорбенты. Что они из себя представляют? На самом деле, некоторые природные материалы, например, опилки, они тоже обладают с опционными свойствами, Однако же, если их применять, например, для сбора нефти, то собирать их довольно-таки трудно. Они расплываются, тонут. И, представляете, придумали, придавали магнитные свойства специальной обработкой. Мы сейчас с вами тоже испытаем такой сорбент. По виду он представляет из себя опилки с нанесенным на них оксидом железа, феррум-3-4, обладающим выраженными магнитными свойствами. Это нужно для того, опять же, чтобы легче собирать его с поверхности жидкости при разливах каких-то нефтепродуктов. Сейчас я не буду создавать загрязнения, а продемонстрирую вам эту способность сорбента. Наливаю воду. Опять же, модель такого озерца. Да, в принципе, ну давайте для чистоты эксперимента действительно, а то вы скажете, ну да, а с нефтью-то как это будет работать? Хорошо. Давайте поставим их в равные условия. Так, глаз химика. Снова мы с вами создали загрязнение в который раз уже. И теперь на его поверхность нанесем, ну здесь побольше я беру нашего магнитного сорбента. То есть стружки с нанесенным оксидом железа. Магнетитом, да. Во-первых, посмотрите, насколько эффективно он собирает нефтяное пятно. Уже сразу видно, что прям как раз к пятнам стремятся буквально. Кстати, то же самое происходит и на молекулярном уровне. То есть отдельные молекулы они тоже адсорбируются на поверхности этого материала. Весьма эффективно, правда? Видно даже меньше, чем за минуту. И даже видно, куда центр вот от притяжения. Ну а теперь попробуем собрать этот материал. Только я уже буду пользоваться не механическими устройствами, а магнитом. Смотрите-ка, если мне надо его убрать с поверхности, мне легко удается это сделать. Видно ли? такие способы и средства очистки воды тоже применяют на практике. Они обладают несомненными преимуществами. Вот такие разработки тоже на нашей кафедре ведутся. Вот оставлю магнит здесь, чтобы загрязнение собрать в этой части чашки. Ну а лабораторный уголь из сахара провалился. Ну что ж, это эксперимент. Только так мы сможем создать наилучший сорбент опытным путем. Мы рады, что продемонстрировали вам то, что смогли, и, конечно, хотели бы, чтобы вы это своими руками попробовали, приходя на предстоящие мероприятия Менделеевского университета. Следите, пожалуйста, за следующими мастер-классами. Приглашаем вас. Будем рады вас видеть в Менделеевском университете. Спрашиваю еще раз коллег подойти и представить нашу дружную команду. Сегодня мы познакомили вас с одним из направлений работы экологов. С применением сорбционных материалов в различных задачах очистки источных вод, газовых сред, медицинских целях. Благодарю моих коллег и до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Все внимание. Продолжение следует...